Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Неделя 2 по Пятидесятнице посвящена памяти всех святых в земле русской просиявших, или всех святых Церкви Русской. Мы слышали сегодня в евангельском чтении о том, как Господь Иисус Христос призывал на апостольское служение своих первых учеников Петра и Андрея, которых он увидел, проходя по берегу Галилейского озера, закидывающих сети в море, а затем Иакова и Иоанна Зеведеевых, которых он увидел, идя дальше, когда они чинили свои рыболовные сети. И призывая апостолов, он говорил им, бросайте свое рыбацкое ремесло, я сделаю вас ловцами человеков. И так на протяжении многих уже двадцати столетий Господь Иисус Христос призывал и продолжает призывать на свое служение тех людей, которые занимались каким-либо человеческим ремеслом, и которым он говорит, бросайте все, следуйте за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И эти люди не своею силою и не своими талантами, но благодатью Духа Святого становятся ловцами человеков и уловляют в сети Божии богатый улов тех людей, которые становятся членами Церкви Христовой. После того, как Господь Иисус Христос воскрес из мертвых и вознесся на небеса и даровал Духа Святого своим ученикам и апостолам, Церковь начала со стремительной скоростью распространяться по всей Римской империи и за ее пределами. Казалось бы, никакие земные факторы не сопутствовали этому стремительному росту. Наоборот, Церковь была гонимой, христиан считали вредной и опасной сектой. Ни иудеи, ни язычники поначалу не воспринимали это движение как что-то серьезное и заслуживающее доверия. Но очень быстро, в течение всего лишь трех столетий, а по историческим меркам это очень малый срок, христианство стало фактически основной религией не только Римской империи, но и целого ряда сопредельных государств. И потом оно продолжало распространяться. И в X веке дошло до Русской земли, центром которой тогда был Киев, матерь городов русских. И вот святой равноапостольный князь Владимир, который не случайно назван равноапостольным, потому что он последовал по пути апостолов, и он стал ловцом человеков, крестил Русь и даровал христианскую веру русскому народу, который тогда был единым народом, не разделенным на многие народы. И вот для того, чтобы понять, какое впечатление это событие произвело на русских людей, нужно прочитать первый памятник русской литературы, слово о законе и благодати святителя Илариона, митрополита Киевского. Из этого слова мы узнаем о том, как земля русская была просвещена светом Христовой истины, как идолы сокрушались и на их месте воздвигались храмы, как души людей были спасены благодатью Христовую, и как благодать Святого Духа пришла на место языческого идолопоклонства и бесослужения. За более чем десять веков, которые прошли с того времени, русская земля возрастила великий сон святых, начиная от преподобного Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, продолжая святыми, такими как Сергий Игумен Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский и многие другие, воссиявшие в течение всей истории русской земли вплоть до самого недавнего и до настоящего времени. Потому что эта история русской святости никогда не пресекалась. Были в истории России смутные времена, были времена, когда иноплеменники захватывали часть русской земли, были времена, когда и государство, и церковь приходила в упадок, были времена совсем недавние, и многие из нас еще их помнят, когда церковь была гонимой, и когда, подобно тому, как это делалось в первые века нашей эры, все силы были брошены на то, чтобы уничтожить церковь, на то, чтобы изгладить память о Боге из умов и из сердец людей. И тем не менее, церковь продолжала производить на свет святых, которые своей жизнью, своим подвигом, своим апостольским служением свидетельствовали о том, что, несмотря ни на какие гонения или притеснения, церковь продолжает жить и будет жить. И тысячи и миллионы людей были и будут уловляемы Господом в его сети. По каким причинам Господь избирает одних людей на апостольское служение, других людей на то, чтобы они были членами церкви и несли мирянские служения и послушания, а других людей не призывает в свою святую церковь и оставляет вне ее, мы этого не знаем. Тайна божественного избрания является той тайной, которой владеет только Сам Господь наш Иисус Христос. Но то, что мы хорошо знаем, это, что, если Господь призвал нас в церковь свою, то это для того, чтобы мы своей жизнью и своей проповедью свидетельствовали об Иисусе Христе, и чтобы мы уловляли все эти Божии, тех людей, которые будут способны откликнуться на Слово Божие, которые будут способны принять благодать Божию и последовать за Христом. Так жила церковь на протяжении 20 веков, так она будет продолжать жить до скончания века. И она будет нести свое служение, и в каждом поколении будут восставать новые святые, которые будут своей жизнью и своим подвигом свидетельствовать о том, что Христос поистине воскрес из мертвых, что Он даровал нам жизнь и спасение, и что всех нас Он ведет в Царствие Небесное. Аминь. Всех вас поздравляю с праздником. Храни вас всех, Господь. Спасибо.